Это позиция из моей партии, скука Сильфленда, против Уэс Лисо. В той игре я пожертвовал пешку в дебюте, но получил хорошую компенсацию. Сильные легкие фигуры, создал проблемы на королевском фланге. Как видите, тут далеко продвинутая пешка на А6, которая в конечном итоге стала ключом к победе. У черных будут проблемы, когда она пройдет вперед. Это будет катастрофа. У белых будет серьезное преимущество, даже вопреки тому, что они проигрывают пешку. В данной позиции, если честно, я паниковал. Я видел, что он сможет связать ферзя ходом ферзь Б7. Я долгое время думал, но не знал, что делать. Я сидел там, трясся от страха. Ведь я решил, что превратил выигранную позицию в полностью проигранную. Но у меня было чувство, что позиция может стать хорошей для меня. Здесь должно было что-то быть. И пока он думал, к моему удивлению, это свершилось. Я нашел решение. Невероятно простое. Я уверен, многие из вас смогут найти верную комбинацию и очень быстро. Я просто хотел показать вам, что, играя, иногда приходится сложно, если смотришь не туда. Я искал все возможности толкать пешку, но тогда он мог бы поставить ладью на С7, атакую коня еще раз. И я пропал. Или такие ходы, как С3. Когда он бьет пешку, Б4. В попытке поддержать коня следующим ходом. Если слон Б4, король С2, давая проход владея на Б1. И, конечно, многие из вас уже заметили. Решение гораздо проще. Просто взять слона, ДС и мат. И очень простая комбинация. Я хотел показать, что если ты смотришь не туда, ты можешь не найти такое. И кто знает, если бы он сделал свой ход сразу же, вместо того, чтобы думать, то время, в которое я нашел верную комбинацию, у меня были бы неприятности. Субтитры подогнал субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok